Как сделать эксклюзивные вещи, не потратив ни копейки? Как создать своими руками оригинальные изделия? Ответы на эти и другие вопросы знает наша новая героиня Анна. Свою творческую деятельность она называет актуальным крафтом. Сегодня в программе «Где в Ростове» узнаем, что же это такое? Бабушкины вязаные носочки или мамины вышитые бисером картины. Это и есть то, что сегодня называют новомодным словом «крафт» или «хедмейт». Раньше процесс самостоятельного создания изделий наши предки называли просто «рукоделие». Но как эту работу не назови, она всегда будет иметь своих поклонников. Со временем изменилось только отношение к такому товару, вырос спрос на эксклюзивные вещи. Сегодня, наверное, каждая модница имеет дизайнерскую брошь или платье, которые будут только у нее в единственном экземпляре. Современные художники создали моду на рукотворные аксессуары, элементы декора интерьера, дизайнерскую мебель. Им удалось и превратить хобби в прибыльный бизнес. А как это можно сделать в Ростове, узнаем сегодня. Ну что, познакомить нас со своими удивительными аксессуарами пришла к нам в гости дизайнер Анна Яшина. Привет! Привет, Юля! В основном это аксессуары. И в основном это аксессуары в стиле боха, потому что я очень люблю этот стиль. Я считаю, что он универсальный, подходит для любого возраста, и можно расцветить любой комплект. Он сам по себе очень интересен. Какой из аксессуаров наиболее ярко может представить тот стиль, о котором ты говоришь? Наиболее ярко, наверное, это латунные украшения с металлом, с деревом. Это украшения вместе с латунью и со стеклом. Просто деревянные украшения. Это бахрома, это кисти, это вышивка. Если говорить в общем, то, наверное, каждый из этих изделий может относиться к этому стилю, потому что, опять же, он очень многогранен. И если дословно говорить, то можно сказать, что этот стиль отчасти это цыганщина. Но она, конечно, то есть это сочетание и каких-то этнических мотивов. Хиппи очень много взяли от этого стиля. То есть все, что они использовали в своих костюмах, в украшении себя, это все нужно отнести к этому стилю. А то, что на тебе сегодня, наверняка, я подозреваю так, что это твоих рук дело. Да, конечно. Это была идея совместить такие актуальные сейчас кисти, которые очень много используют сейчас дизайнеры разнообразные. От каких-то подиумных показов до масс-маркета. Сейчас очень модно, очень актуально. Захотелось сделать что-то свое. Я также очень была работать с латунью, потому что это очень такой мягкий металл, из которого можно много всего сделать интересного. И он достаточно удобен в работе. А ты можешь его здесь показать? Да. Вот это он. Это вот симметрические части. То есть, получается, ты сама делаешь форму этого металла? Есть специальные формы его, в которых можно купить. То есть это и проволока разной толщины, это трубы, которые разного диаметра есть. Из них можно очень много всего сделать. То есть они и могут, их можно разрезать на разные части, их можно обработать по-разному, им можно придать разную форму, их можно раскатать в плоское состояние. То есть добавить им фактуры и много разных вариантов. То есть, да, согнуть как нужно в любую форму. То есть, в принципе, то, что я придумываю на эскизе, потом я могу в этом воплотить. И, конечно, это очень удобно. Потому что я стараюсь в своих изделиях отойти от каких-то стандартных приемов. Допустим, даже швензы для Серег. Это вот сами крючки. Я стараюсь делать сама, потому что мне очень нравится, когда изделие полностью рукотворное и в нем минимум каких-то фабричных частей. Кто ты по образованию? Я закончила факультет декоративно-прикладного искусства и народных промыслов нашего архитектурного института. Все-таки так или иначе ты связана с тем, что ты делаешь? Я была туда целенаправленно, именно на этот факультет, потому что мне всегда нравилось что-то делать руками. И мне всегда нравилось то, что я могу придумать и воплотить это. Свои работы ты продаешь. Правильно? То есть это не исключительно для себя. У меня есть уже люди, которые их заказывают. То есть это либо что-то из готового не забирают, либо я могу повторить это, либо немножко изменить, если что-то понравилось, но, допустим, хочется другого света. То есть это очень такая гибкая система работы. Ну, такой постоянный процесс творчества. Так что да, сейчас уже начала продавать. Были ли случаи, когда твои клиенты считали цену неприемлемой для твоего товара? Наверное, это исключается тем, что это просто отсеиваются люди в этот момент. То есть человек, который привык носить какие-то вещи, сделанные, может быть, и в единичном экземпляре, может быть, и в какой-то очень ограниченном количестве. То есть они привыкли к тому, что ручная работа стоит определенных денег. И они в основном готовы к этому. То есть это, естественно, это не Китай, который привозят многотысячными тиражами и потом продают. Потому что это, естественно, штамповка, это совсем другое. Это не какая-то там эксклюзивная идея, которую человек сначала придумал, потом выносил, родил, сделал. И она, хоть это и банально, но все-таки содержит очень много энергетики того человека, который это делал. То есть все-таки это труд, мысли, а не просто какой-то бездушный процесс, который, в принципе, ни к чему хорошему не ведет. Поэтому это скорее отсев, да, то есть каких-то открытых конфликтов по этому поводу у меня никогда не было. Можно ли назвать вот то, чем ты занимаешься, уже каким-то состоявшимся бизнесом? Пока еще, наверное, нет, потому что я только, скорее, наверное, развиваюсь в этом направлении. Просто я хочу его развить, да, потому что, наверное... Но возможно ли это? Я думаю, что все возможно. Ну, я имею в виду, что сегодня, наверное, хендмейт не настолько популярен, как пару лет назад. А мне кажется, что, наоборот, с каждым днем все больше набирает обороты. И, честно говоря, я считаю, что, наверное, если человек делает свою работу качественно и с любовью, и с уважением относится и к своей работе, и к заказчикам своим, то он в любом случае найдет свою нишу. Давай начнем. Да. С чего мы начинаем? Начинаем с того, что для того, чтобы сделать даже простое украшение, нам все-таки необходимы некоторые инструменты, которые нам понадобятся для работы. Вот тут они здесь представлены. Это разнообразные и кусачки, и щипцы, и необходимые для изготовления колец. Такие конусообразные. Да, у них у всех разная форма. У всех разная форма, да, все они пригождаются в работе. Вот они тоже собирались не сразу, то есть я о чем-то узнаю, допустим, за этот инструмент у меня очень недавно только приобретенный, с фиксируемым диаметром, очень удобная вещь. Но это тоже все покупается в наших специализированных магазинах в Ростове, так что это не что-то там такое, сверхъестественное, это не эксклюзивные изготовленные инструменты, это все в доступности. Да, сегодня я бы хотела научить тебя делать достаточно простое украшение, которое просто делается, но эффектно выглядит за счет сочетания материалов и цвета. Оно универсальное, потому что их можно сделать несколько разных размеров и носить либо одно, либо надевать все вместе, и это получится такой яркий каскад, очень интересный, который будет подходить очень многим. Это проволока латунная, это тоже все покупается в специализированных магазинах, это все есть, она бывает разной толщины, но она нам здесь нужна скорее эпизодически, потому что из нее можно сделать колечки, которые нам будут необходимы в нашем изделии. Еще существует вот такая проволока, она называется проволока с пальтью. Почему? Потому что ей изначально задан диаметр, который она в процессе носки не меняет. То есть из нее можно сделать любое колье, выбрать любой сегмент, который нужен, и она всегда будет в одном и том же состоянии. То есть она не гнется, как обычная проволока, и этим она очень удобна. В принципе, все это очень прочные материалы, которые ты выбираешь. Да, и можно сказать, что, допустим, латунь, она вообще практически вечная. Ее единственное, что нужно очистить, так же, как и серебро, потому что от соприкосновения с кожей она немножко темнеет. Но при этом она не портится, то есть ее можно почистить, и она будет точно так же радовать, будет такая же светлая, красивая. Хотя есть мастера, которые делают изделие из латуни, они покрывают ее лаком для того, чтобы она дольше сохраняла свой блеск. Но почему, допустим, я это не делаю? Потому что лак, он все равно имеет свойство стираться со временем. И, наверное, это даже потом доставляет больше хлопот, чем если просто у вас живой металл, который трансформируется, но его всегда можно привести в первоначальный вид. Но это добавляет, я считаю, что некоторые все-таки нужные стилистики, именно то, что он живой, и он существует своей жизнью. А это не просто там какое-то покрытие, которое вначале очень долго нас радует или не очень долго, а потом приходит негодность окончательно, и мы просто его выбрасываем. Вот здесь все-таки это очень-очень долгая носка. То есть если его там не сломать совсем на части, то он очень долго будет служить и радовать. Вот у нас есть загнутые с одной стороны петли, это нужно для того, чтобы у нас просто не падали бусинки, когда можно их набирать. Мы можем набрать, в принципе, у нас здесь природные цвета, поэтому можно в любом порядке их набирать. Можно сделать и несимметричные, можно сделать симметричные, чтобы они как бы расходились от центра. Можно сделать из одних бусин, допустим, то есть это как угодно. Сюда же можно добавлять какие-то подвески, которые нравятся, либо куплены по случаю, либо, может быть, это осталось от какого-то любимого украшения, какая-то красивая вещь, которую можно сюда тоже добавить. Вот, я еще взяла для примера, так как сейчас эти кисти модно очень употреблять. Да, эту кисть я делала сама, но в любом случае сейчас можно и кисти купить в том числе и из разных материалов, и шелковые, и хлопковые, любую. То есть кисть тоже можно использовать, ее можно включить между бусинами. Вот это будет такое интересное наполнение к этому изделию. Давай, ручки уже чешутся. Приступай. А как много их нужно заполнить на дуге? Примерно, чтобы остался вот такой пустой хвостик. То есть это не очень много, но достаточно. Можно сделать дугу и побольше. Можно сделать совсем короче. То есть это тоже зависит от фантазии и от того, что хочется в итоге получить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Их можно, в том и прелесть того, что между собой они самостоятельные, но при желании их можно надеть вместе. Да, просто надеть вместе. Да, вот это у нас длиннее получается. Правильно? Так. Да, это чуть короче. А это немного короче. Да, то есть они будут вместе, можно еще сделать третью. Допустим, совсем коротенькую. Вот, и они будут так вместе. А кисть, собственно, как соединяющий элемент этого аксессуара. Можно сделать, допустим, если нам нужно, чтобы кисть была самая длинная, мы можем просто сюда добавить точно так же замок. Сделать ее еще короче. Короче, да. Либо, чтобы можно было ее застегнуть и на длинную, чтобы можно носить одну, и застегнуть ее, допустим, вот так, чтобы ее можно было носить почти под горло. И тогда она приобретет другой вид и будет выглядеть вот так. Вот, мне кажется, вот так даже интереснее. Вся прелесть, конечно, в универсальность. Конечно, это не скучно совершенно, это интересно, но требует усидчивости, кропотливости, хорошего зрения и хорошей компании. Ну, а это была программа «Где в Ростове» и ее ведущая Юлия Носова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!